Андалусия, Испанский Андалусия, это автономная община в историческом регионе Испании, охватывающей провинции Уэльва, Кадис, Севилья, Малага, Кордова, Хан, Гранада и Альмерия. Самый южный регион Испании, Андалусия ограничен автономными провинциями и городами, такими как, Эстримадура и Кастилия-Ла-Манча на севере, Амурсия, на востоке, Средиземное море на юго-востоке, Атлантический океан на юго-запад и Португалия на западе. Автономное сообщество Андалусии было создано 30 декабря 1981 года. Этим испанским сообществом правит Исполнительный совет во главе с президентом и однопалатного парламента. Кадис, Испания, столица, Севилья. Площадь 33 819 квадратных миль, 87 590 квадратных километров. Население около 8 059 461. Андалузия обладает самым разнообразным ландшафтом и растительностью во всей Испании. На высоких возвышенностях, засушливых и бесплодных пустынях, а также плодородных орошаемых равнинах, преобладают яркие контрасты между Альпийскими горами и сосновыми лесами. Андалузия разделена горными хребтами на несколько отдельных зон, каждый из которых проходит на юго-запад до северо-востока. Сьерра-Марена – самый северный ареал, пересекающий северные районы провинции Уэльва, Севилья, Кордова и Хан. Эти горы представляют собой рельеф пустынных горных хребтов, перемежающихся узкими долинами. В юго-восточной части Андалусии земля резко возносится к Ваэтскому кордильере, один из которых, Сьерра-Невада, имеет самые высокие возвышения на Пиренейском полуострове к югу от Пиренеев. Между Сьерра-Марена и Ваэт-Кордильеры находится великолепная Андалусия. Река Гвадалквивир протекает на юго-запад через почти всю Андалусию, а также города Кордова и Севилья, прежде чем впасть в Атлантический океан к западу от Кадиса. Нижний регион, известный как Ла-Кампеня, является самой густонаселенной и сельскохозяйственно-продуктивной частью Андалусии. Андалусские степи, засушливый район бесплодных земель в юго-восточной части Андалусии, покрывают большую часть Гранады и провинции Альмерии. Коста-дель-Соль, который стал одним из самых популярных туристических ривьеров Испании. Большая часть населения западной Андалусии традиционно проживает в крупных сельских городах. Многие сельскохозяйственные рабочие ежедневно ездят на работу из западной части в крупные сельские города. Обратите внимание, в Андалусии слабо развита промышленность. Однако, местные жители заняты сельскохозяйственным производством. Латифундиос, или крупные поместья, доминировали в андалусском сельском хозяйстве с давних времен, производя традиционные средиземноморские пшеницы, виноград и маслины. В основном большое распространение получают рыбные фермы и рыбоводные питомники. Севилья, Испания, Испания славится своими великолепными регионами. В особенности следует выделить Кадис, который считается одним из самых старых городов в Европе, основанный в 1100 году до н.э. Финикийцами, где располагаются известные достопримечательности. Этот город ранее называли Гадиром. В этой местности торговали Балтийским янтарем и Британским оловом, а также Испанским серебром. Впоследствии чего, город стал военно-морской базой для римлян, а затем исчез до 1262 года, когда он был захвачен мусульманами, во главе Альфонсо X. История гласит о том, что большие изменения произошли в тот период, когда Христофор Колумб отплыл из этого порта во время своего второго путешествия. Значительно позже в городе наступил Золотой век, 18. В этот же период Кадис стал связывающим звеном с Испанией и Америкой по торговле. С этого времени он превратился в один из самых богатых и самых космополитических городов Испании, и поэтому в этот период было построено ряд прекрасных зданий. Кадис на карте Испании поможет туристам сориентироваться на местности. С помощью карты путешественник может грамотно запланировать свою поездку и с легкостью найти расположение всех достопримечательностей. Испания и ее достопримечательности в Кадис завораживают всех туристов. В отличие от большинства других городов на территории Испании, здесь все просто. Расслабленный ритм жизни быстро входит привычку. Здесь турист чувствует себя спокойно даже в ночное время. Возможно, это связано с традицией города в отношении либерализма и толерантности, которая поддерживалась на протяжении многих во время диктатуры Франко. Андалусия, Испания, карта Кадиса содержит название мест, улицы ключевых построек не только на местном, но и на русском языках. Кадис, Кадис, Испания, это самый древний город Европы. Уникальная архитектура, безусловно, археологические и исторические памятники, привлекают туристов из разных стран. Этот колоритный город побережья Коста-де-Ла-Луз, Коста-де-Ла-Луз, расположен на 9-километровом полуострове. Что посмотреть самостоятельно из экскурсии? Все побережья Кадиса славятся замечательными пляжами. Плая Калета является единственным пляжем в центральной части. Сюда обычно приходят местные жители, чтобы принять солнечные ванны. Атлантический морской бриз здесь смягчает лучи жаркого испанского солнца. Современный Кадис притягивает красотой белоснежных домов. Все эти здания максимально ухожены, везде вокруг расцветают красивые цветы. В центральной части находится древний исторический памятник. Эта крепостная стена была возведена в VIII веке ДН. Совершенно недавно археологам удалось найти остатки римского театра. Кафедральный собор Святого Креста, Катедрал де Санта-Круз, сочетает различные архитектурные стили. Простое, но к тому же величественное здание собора Святого Креста, имеет облик классического силуэта. Посетив этот собор, можно полюбоваться уникальными статуями, которые сохранились из древних веков. Барочная церковь Кармен, Иглисия Дил Кармен, построена в 1762 году. За ним находится бастион Кандилария, башенов календария, откуда открывается великолепный вид на Кадисскую бухту. Памятник Конституции Испании, принятой в Кадиссе в 1812 году. В честь этого события на площади Конституции был возведен одноименный монумент. Обратите внимание, для туристов специально устраивают экскурсионный тур, чтобы они смогли посмотреть на крепостные сооружения и береговые форты различных времен. Смотровая башня позволит наблюдать за прибытием кораблей в порт. Это очень красивое зрелище. Для пляжного отдыха, опытные путешественники рекомендуют выбрать месяц июнь. Добраться до города можно на автомобиле, автобусе, поезде, самолеты или трансфере. Самый ближайший аэропорт находится в городе Херес-де-Ла-Фронтера всего лишь в 42 километрах. Кордова, Испания – несколько простых правил для туристов, соблюдение которых оградит от массы проблем во время отдыха. Правила поведения – предостережение об опасностях. Главная угроза для туристов в Испании – это карманные кражи. Необходимо следить за своим багажом и не оставлять ценные вещи в отелях. Вторая важная тема в этой статье – это дресс-код на экскурсиях и на пляже. В Испании не возбраняется загорать топлес на общественном пляже. В завершение следует отметить, что перед тем, как отправиться в поездку и увидеть мир своими глазами, нужно составить список необходимых вещей. Опытные путешественники рекомендуют брать с собой лекарства, аптечку, удобную обувь и легкую одежду. Туристы могут также заранее заказать экскурсии на сайте, выбрав русский язык.